Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня понедельник, 12 сентября, 22 часа, 1 минута, и мы проводим очередной стрим. День 201 уже с Алексеем Варисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Да, добрый вечер. Вернулся, радостный, как говорится. Если бы ты знал, как меня было, в Латвии, Литве встречали, принимали. Догадывайся, догадывайся. Это рай. Надо еще ехать. Надо еще ехать, да. Ну, хорошо, нас смотрит 130 тысяч и больше 28 тысяч поставили лайки. У меня просьба, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну, и по возможности подписывайтесь все-таки на канал Фейген Лайв и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и подписаться на его канал в Ютьюбе. Ну, что же, тогда приступим. Продолжим обсуждать то, с чего иначе. У нас был вчера перерыв, так что за условных полтора дня накопилился новости. И мы ждем от тебя, что ты нам их расскажешь. Мы сейчас карту сразу покажем и по ней будем вводить, что называется. Мы же хотим жалить там, где основные события, да, у нас идут. Ну, мы начнем, потому что теперь основные события, понятно, откуда следует обсуждать. Поэтому мы ждем от тебя. Замминистра обороны Украины Анна Малер, которой верить можно больше, чем мне. Хотя больше, чем мне, верить нельзя никому. Это мы знаем из Памиллера. Понимаешь, Памиллера? Да, да. Сообщила, что в СУ в ходе этого наступления с обороной ССУ Украины освободили больше 6000 километров. Но если квадратный корень извлечь, это 77 получается. То есть кусок территории примерно 77 на 77. Вот так, 80 на 80. Это огромная территория. И она еще скромничает, потому что, как всегда, мы объявляем освобожденными только уже проверенные. Где стабилизационные мероприятия осуществила полиция и СБУ. Власть местная вернулась. На самом деле больше. Но пока так. Значит, надо посмотреть на город-герой Изюм. Я вот рекомендую всем посмотреть и посмотреть, что там творится восточном. Что сделал противник? Видим естественный рубеж. Сейчас будем тактике немножко учиться оперативному искусству. Естественный рубеж, который идет от водохранилища вот этого большого. И там есть Оскол такой, населенный пункт. Это на восток от Изюма. Противник там сумел зацепиться по естественному рубежу на другом береге реки. И один из основных уроков этой войны заключается в том, что оборона по естественным рубежам рулит. Причем к естественным рубежам должно быть приравнено и окраины населенных пунктов. Вот, видите? Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону речки и благополучно удерживают ее. Чего нельзя сказать про... Ну, скажем так, давайте поднимемся выше. Купинск-Узловой. Видим? Купинск-Узловой. Там злобные украинские вооруженные силы. Мы не будем говорить. Но там противнику не вполне, скажем так, деликатно удалось зацепиться за естественный рубеж. Назовем это так. Без засугублений. А вот внизу удалось. И там, где Боровая, видите, кроховатка мы видим. Там вот у нас тоже чуть южнее, если пойти. Там тоже не вполне удалось. А вот на Осколе удалось зацепиться. Они там героически стоят. И все было бы хорошо. Но, если посмотреть, что пишут российские военные чаты, мы про себя ничего не говорим, но они что-то же пишут. Мы можем это обсудить. Какая-то беда идет у них в районе Лимана. Ужасающе. Они страдают и пишут там страшные вещи. Мол, Лиман еле-еле держится, говорят. Прям не может. А самое главное, если я слева посмотреть, там, где Богородичная, Долина, Святогорск, Торога на Изюм. То есть, в Святогорск, говорят, там очень... Ну, я вот смотрю прямо передо мной на одном из ресурсов. Военнослужащий ВСУ в Святогорске и Донецкой области перед табличкой стоит Святогорская территориальная выборочная избирательная комиссия. Мы же понимаем, что это фильмы сняты в катарских киностудиях. Это же понятно все. Но если почитать сайты российских сепаратистов, то беда подкрылась незаметно и к Святогорску. Это означает, что Святогорск это в обход уже получается. То есть, фактически естественная географическая преграда, она обойдена силами высоты. Герои, которые держатся под осколом, попадают в очень неприятную ситуацию в этой связи. Которая неизвестно, чем для них закончится. Российская сторона. Потому что там даже по начертанию видно, что выдающийся такой зубик, а эти зубки выдающиеся обычно выбивают. Посмотрим, не знаю. Командовы не видны, но так чисто по логике у них неприятности. И Лиман как-то сразу с двух сторон получается. Злые языки со стороны российской армии говорят, что ЗСУ форсировало Северский Донецк в районе Закотного. Мы не можем этому верить, но мы можем обсуждать, им нельзя верить, мы можем обсуждать, что говорят эти добрые люди. А если представить, что эта фантастика на минутку правда, то Лиман начинает попадать в нехорошую ситуацию. А ежели Лиман падет, хотя, конечно, мы не можем так вот сразу сказать, падет или нет, но вдруг он падет, то дорога на Кременную и, соответственно, на Рубежную, на Лисичанск и Северодонецк прямо как-то вот как на ладони буквально. Ужасающие вещи там происходят. Но не знаю, посмотрим. Теперь бежим восточнее, туда, ближе к Северодонецку-Лисичанску. И что же мы видим? Злобные севратисты и российские военные жалуются на ужасающе тяжелую ситуацию в районе Спорного. Спорное это чуть юго-восточнее Северска. Там, где стрелочка вперед нарисована. Зря она там нарисована, потому что, ну ладно, ну пусть будет там нарисована. И в районе Белогоровки, который еще южнее, помните, за нее были бои, когда брали российские войска Лисичанск-Северодонецк, это трасса, и вот там за Белогоровку то набегут, то перебегут, то набегут. И там, говорят, какая-то беда, пишут российские военные корреспонденты и блогеры, что прям очень тяжело и под Спирном, и под Белогоровкой, даже не знаю. А ведь еще недавно они все это брали. Они докладывали, что на 100% взята луганская область. Помню, мы же это обсуждали с того, в эфире. Да, и вот это коварное движение, как они утверждают на Лиман, коварное движение там, может в целом создать крайне неприятную ситуацию для городов-героев Лисичанск и Северодонецк, как мы понимаем. Уж не знаю, создастся ли, но может создать очень неприятную ситуацию. Мы будем смотреть за развитием обстановки. Идем ниже. Горловка, Ясиновата, Маренко. Там эти удивительные люди пытаются держать оборону и даже какие-то короткие тачки делать тактически. Ну, что я могу им сказать? Честь им и хвала за их упорство проявленное, которое стоит до лучшего применения. Но они же, наверное, понимают, эти люди, что они убивают свою пехоту в абсолютно бестолковых попытках наступать. И это движение очень дорого им обходится. И рано или поздно придет к тому, что наступать будет некому. Там и так эти тачки с каждым разом все короче, дым пониже, труба пожиже. Вернее, дым пожиже, труба пониже. Скоро это кончится за всем. А рано или поздно туда придет возмездие. Когда не скажу, но рано или поздно обязательно придет. Вот. Значит так. Теперь смотрим туда, где у нас, значит, южнее Маринки, Улидар и так далее. Там написано, что от Егоровки стрелочка нарисована. Но, опять же, злые языки утверждают, что там стрелочку наоборот надо рисовать. Что якобы какая-то беда там приключается с российскими войсками вовсе, а не с украинскими. Но не знаю. Не знаю. Им там беднее, кто их лупит. Может, они друг с другом воюют. Кто их знает. Ну, а то, что информация идет. Некий дятел из ВГА их заявил, что Киев готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС. А, нет, мы еще не дошли. Извините. Мы можем прямо сейчас. Вот мы как раз дошли в Запорожской АЭС. Улидар, да, сильно далеко от Запорожской АЭС. Это как-то мы такое мега наступление готовим. Ну, в общем, говорят, что и от Улидарова в Донецкой области, и, значит, вот про Запорожскую мы сейчас дойдем. Это хорошо, что врагам везде мерещатся страшное нападение. Ну, это как обычно и бывает. Да, но мы же знаем, что у нас тактика тысячи порезов и ста прорывов. Даже я не знаю, где мы прорвемся. А прорвемся мы обязательно в каком-то месте. Эти герои страшно боятся наступления по линии Запорожья-Мелитополь. Вот в Крым. Ужасно боятся. И все время кидают туда новые войска. Туда доехало где-то 4 БТВ. 6 в ближайшее время. Они там устраивают страшную оборону. Это где, в каком месте? По линии Запорожья-Мелитополь. Вход в Крым. Генически, условно говоря. Страшно боятся, что мы нападем. И мы бы, конечно, и напали. Но только для такого нападения, при таком количестве их войск, нужно очень много сил. С другой стороны, кто его знает? А вдруг они у нас и найдутся? Не знаю. Будем посмотреть. Теперь смотрим Херсон. Там уже официально признано, если мы смотрим внимательно, юго-западнее Херсона, вот там, где уже граница моря и суши, там есть населенный пункт Александровка, который тут числится еще за противником, но наш генеральный штаб, вроде как мне сказали, уже признал, что он уже наш. А за ним Станислав, за ним Томинобалка, за ним Белогорка, за ним уже Херсон, не так далеко. А посад Покровская, заметьте, уже за Краш. Еще недавно там был противник, а теперь там его уже нет, этого противника. Если мы посмотрим севернее по трассу Херсон, Березнегу, Кривой Рог, Березнегу, вот туда, строго на север, порядка 50 метров, и увидим Снегуровку, то там какой-то зеленый язык протянулся в сторону Снегуровки, и что предвещает ужасающие беды героическим российским подразделениям, которые там борются. Но самое ужасное происходит южнее Давидова Брода, севернее по карте. Вот туда, видите, на Чекалово, там какое-то ужасное направление, это же не мы, это же данные объективного контроля. Мы их обсуждаем, напоминаю, мы ничего не сдаем, мы просто обсуждаем то, что говорят российские войска, и показываем на карте. Там какие-то беды, какие-то прям такие вот тоже гарантированные. И на севере тоже там явно подъели территорию, короче говоря, судя по заявлениям представителей ОК Юг нашего, там тоже идут хорошие продвижения. Если внимательно посмотреть, то южная зона на трассе Николая Херсона начала подтаивать, даже видно физически, да? Вот если отдалить карту, она была сильно-сильно больше, ближе к Николаеву. А теперь она просто вышла, выходит решительно за пределы Николаевской области в сторону Херсона, с кого там прерывиста линия означает границу области. Ну вот как-то так, как-то так. Значит, что надо отметить? Что операция продолжается, вот это та, которая была, так называемая Харьковская операция знаменитая, которая отпинала их за пределы Харьковской области, они вышли. В чем нюанс? Ну не все еще, но масса своих. В чем нюанс? Что это не будет уже быстро и легко, как цунами, когда мы сносили все. Там началось, они стали по естественным рубежам, там начинается нормальный и тяжелый прогресс обороны, примерно то же самое обстановка, как на Херсонщине, она операция отнюдь не закончена. Значит, украинская сторона сохраняет силы и возможность ее продолжать, причем продолжать грыться сквозь серьезную оборону, скажем так. И нас ждут там множество приятных новостей еще. А вот их ждет множество неприятных новостей. У меня есть, нам, зрителям в прошлый раз полюбилось заслушивание аудиосообщений. Давай заслушаем еще. Давайте, друзья, заслушаем. Да, давай, все, все. Что здесь происходит? Здесь российские военные обвиняют войска, так называемые ЛНР, что они преступно сбежали с поля боя. Выражений не подбирают, так что не обессудьте. Послушаем три минутки. На данную встречу первые колонны артиллерии, танков, людей, всякой другой техники. Проехали мы Купянск, там стоит банда танков, просто штук 20, наверное, танков стоят. И они нам пальцем показывают, у виска, типа, куда вы едете. Мы, блядь, тыловая колонна, блядь, пёрлись, хохлов, блядь. Понимаешь? Отскочили назад, ну, грубо говоря, тыловая колонна, блядь. Там оттуда-то у нас не было, нихуя, но отскочили чуть назад, блядь. И сутки пацаны там колбасились, блядь. Убили только наши пацаны и разгвардеры, блядь. Чуть-чуть. И всё. Эти, блядь, ЛНР или ДНР, кто там, они, чмошники. Я как будто второй раз увидел, как они воюют. Когда они убегают, точнее. Вот. Эти, блядь, погрузили свои, блядь, машины на тралы, блядь. Похватали свои пожитки, блядь. И бежали, блядь, оттуда быстрее собственного визга. Они даже не пытались, блядь, оборонять город. Они вообще даже, блядь, никакие позиции не занимали. Там генерал, блядь, стоял, их упрашивал, блядь, останьтесь, ребята, помогите, блядь, отстоять Купянского, блядь. Понимаешь? Наши нонки катались, блядь, в город, блядь, уискали себе позиции, долбили, блядь, ураган, блядь, как могли. И вот это сотня человек, пехоты, блядь, плюс разгваждить, сколько там было. А эти петухи, блядь, со своими ураганами, танками, артиллерии, блядь и все прочее, забежали. В Россию сгибать. В Россию. Просто я говорю, у меня слов никаких таких нет. Передали всем своим, там, этим знакомым с ЛНС, что они не приехали. Десяти километров, блядь, от Купянска уже блядь. И Подождите, это же не самое смешное. Смешное наступит сейчас. Значит, самое смешное, и мы поэтому можем понять абсолютно ужасающую степень бардака, что никаких подразделений ЛНР там не было в помине, так называемый ЛНР. Все, что он описывает, это 11 корпус из Калининграда российский, штатный. Все одни российские военные находятся в таком непонимании, что они не понимают, что они имеют дело с другими российскими военными и принимают их за армию ЛНР. Но самое интересное, не это. Самое интересное, что у них после этого началось, после вот этих всех записей, взаимных обвинений и так далее. ЛНРовцы сказали, что нахер подстреливают головы и яйца российским военным за то, что кинули предъяву, не разобравшись. Те начали извиняться, удалять, приезжать с какими-то этими сами. Нюансы же в том, что армии так называемой ЛНР и ДНР, народные милиции, воюют лучше, чем российский военный штаб. И короче, да, одни имеют право угрожать, другие. Короче, у них начались разборки там, кто кому Рабинович и пятое, десятое. Но затеялось там не на шутку, как бы там война между ними не началась, как бы посмотрим. Но реально они очень сильно обиделись, потому что они как раз дерутся в принципе достаточно достойно. Если речь идет о бывших кадровых, как бы, да, а не этих, которые лидеют, а не омобилизованных. Но я, даже не военный человек, может понять степень ужасающего бардака и развала, если одна российская, подразделение одной российской группировки принимает подразделение другой российской группировки за армию так называемой ЛНР, выкатывает претензии, не успевшая разобраться. Но я думаю, данный конкретный джентльмен, когда ему яйца отстрелят до ЛНР, он быстро так называемая, он придет в себя, остальные будут умнее. А возможно, победит российская армия в ЛНР, не знаю. Но как это, по некоторым данным, на юге начались бои в Херсонской области между кадровскими и регулярными частями российской армии. Периодическая информация всплывает. Одни пытаются играть роль заградотрядов для других, это все страшно весело выглядит, да. Мы желаем удачи обеим сторонам, как говорится, в первом случае и во втором. Но степень развала можно только себе представить, которая была. Сейчас, конечно, они чуть более стали управляемые, доказательством этого того, что они стали по естественным рубежам, держат оборону. Но, в принципе, логика понятна, что все это в никуда, тупо. Ну, про склады это уже общее место, понятное дело, что склады мы продолжаем бить, населенные пункты, верните, населенные пункты, прости господи. Командные пункты продолжаем бить. Вот когда мы с тобой вчера не пообщались, как обычно, случаются всякие чудеса с тобой и с нашими зрителями. Например, передовой командный пункт воздушно-национальных подразделений вооруженной силы Украины был накрыт в городе Херсунь. И сильно там было бобо, много скорых и так далее. Даже не знаю, что это, как бы это не вся ВДВ-шная группировка или там, как это, штаб старшего уровня, который командует всей группировкой ВДВ на правом берегу. А там их много, там основа группировки. Ну, вот, загрустили. Тоже стало плохо. Так, вот смотри, к нашим предыдущим разговорам тут меня пытались пинать за то, что я предположил идею саботажа, а вот почему-то начали приписывать заговоры. А это у нас обвинили российскую оппозицию, потому что она либеральная, потому что она начала кричать, что вот типа вот Соло, Соло и все остальные, что типа не хотим признавать поражение российской армии, что это больно. Причем тут поражение российской армии, это вообще про другое. Вот смотри, генштаб сегодня, генштаб ВСУ заявил, что в России приостанавливают отправку в Украину новых уже современных подразделений, подчеркиваю, это официальное заявление генштаба ВСУ. Все из-за текущей ситуации боевых действий и недоверия к высшему командованию. Большое количество добровольцев категорически отказывается от перспективы службы в боевых условиях. То есть, ну понятно, эта разведанная информация, она получена, видимо, действительно, как я ее трактую, я не знаю ничего, но видимо, они с колес пытаются там что-то собирать, как я себе это представляю, в России, чтобы отправить в зону боевых действий. И, возможно, та часть, которая формирует именно таким образом каких-то соединений, затыкать эти дырки, не собирается, в общем, без энтузиазма относится к этой перспективе. Вот о чем речь. То есть, смотри, насколько можно судить о действительно обрушении командования группировкой, ну, я не знаю, харьковским направлением и так далее. Вот именно по Харькову, потому что выглядит это действительно так, что, ну, никто не хочет брать ответственность, понимая, что это все равно провал, что это все равно проигрыш. Хоть так, хоть эдак. А надо где-то расписаться. И говорят уже, якобы сняли командующего западной группой. Я не знаю, правда или нет. Берников, ну, вроде как сняли. Он почти установил рекорд. Там был еще один командующий, который то ли прокомандовал то ли. Да, 15 дней он обманул. Да, 15 дней, но был, да, да, ну, как бы они такие, как это вся его группировка, да, она быстро убежала. Западный округ напоминает округ, который первый должен был встречать НАТО или нападать на НАТО. НАТО собирать аманатки сваливать. Западный – это же главный округ. И вот там такая невезуха, да, там раз-два сняли, раз-два сняли, причем очень быстро. Поставили туда Лапина. Лапин – любимец Путина, говорят, там, герой-перегерой, который там чего-то там достиг в районе Славянской, вернее, Лисичанской, Северной Донецкой. Посмотрим, что он там на командует. Но то, что там обрушение было всего, включая командную цепочку, это же однозначно. Но тот пример, который я привел, я его привел не зря. Он комплексный. Он комплексно отражает все, что там происходило, включая обрушение взаимодействия, связи на нижнем уровне, на среднем, на высшем и так далее. Бардак, предъявление, поиски виноватых – это признаки того, что там коллапса был абсолютно. Так что, да, вполне. Но я хочу сказать этим переживающим за российскую либеральную оппозицию, Марк отнюдь не является российской либеральной оппозицией. Он является российской. Это радикальная оппозиция, поэтому вы его не путайте, пожалуйста. Я вообще не либерал по убеждениям, но это ватнбокс. Значит, смотрите. Кто знает, надо подчеркнуть. За внимание, Марк. Я заносили. Это российская радикальная оппозиция. Причем крайне правая радикальная оппозиция. Абсолютно точно. Совершенно верно. Но это люди, они не думают. Подожди, 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 тут же о тебе. Мне нравится, когда мне иногда говорят, вот, Арестович возится с либеральной оппозиции, вот, например, с Фейгином, они говорят. Фейгин, фейгин либеральная оппозиция, чтоб ты понял. Да я, они всех в либерал записывают, это нормально. Там в России тоже так, они тоже всех в либерал записывают. Так удобнее, потому что, ну, ладно, это мы как-то посвятим этому. Вот смотри, они ответили. Чем они ответили? Они ночью ударили по ТЭЦ. Причем я глубоко убежден, что они действительно это согласовали. Сказали, да, пожизненно в важной инфраструктуре, давайте вот и гонем. И я уверен, что Путин сам это и одобрил. Ну, он не вникал в детали, какую-то это разрушить, естественно. Но то, что вот мы страшно ответим и страшно ответили путем того, что лишили света, значит, жителей Харьковской, в частности, области. Да, давайте их света лишим. Вот ты понимаешь, вот, собственно, все, чем кончился Совет Безопасности, который они провели. Я, кстати, добавлю тебе, он отказался в Сочи встречаться, это официально Песков подтвердил. Ну, он не так, что отказался, но перенесена встреча с представителем ВПК и генералитету. Он с ней в Сочи отказался Путин встречаться. Ну, понятно же, что он на них обиженный такой, типа, как же вы допустили, что я с вами буду встречаться? Хотя, казалось бы, сейчас война, наоборот, надо встречаться. Вот этот ответ, вот о чем это свидетельствует и как это расценивать? Ну, все как обычно. Дело в том, что, когда путинская армия не может победить на поле боя, она начинает воевать с гражданскими. Они ударили по инфраструктуре. Ну, во-первых, эффективность этого удара. Можешь, свет был восстановлен где за два часа, а где к утру полностью. Вообще энергетика куда больше запас прочности имеет, чем, мне кажется. Поэтому страшные рассказы мы покопали. Апокалипсисия, которая нас ждет, я сильно… Сегодня премьер-министр Денис Шмыгарь приказал создать штаб, который будет заниматься чрезвычайными мерами в энергетике, в том числе защитой. От метода физической, не только физической защитой, но заканчивая специальными мерами по сохранению, скажем так, тока в сети. Надо понимать, что страна, в которой есть атомная станция такая, как наша, ее очень непросто лишить электричества, даже разрушая ТЭЦ. Посмотрим, справимся. Я не думаю, что спешу успокоить наших граждан, что паники испытывать не надо, запас прочности энергетики очень высокий. И никто так этого просто не оставлял и не оставит. Что касается их, этих товарищей, ну, это же показывает всю степень отчаяния, что у них реально не осталось инструментов. С одной стороны, они не отправляют сюда новое подразделение, потому что море отказников. Ты слышал три причины, которые они называют. Неверие собственного командования – это главное. Огромные потери и непонимание перспектив этой войны. Да, это катастрофа. Управлическая катастрофа, мотивационная катастрофа и так далее. Ну, вот теперь остается бить по гражданским объектам. Ну, во-первых, надо понимать, что это даром не пройдет. Не, ну, вот смотри, сегодня уже какие-то удары были по российской территории, мы не знаем чьи, да, там, Таганрог, еще что-то. То есть, разрушить, вот это важно, чтобы прозвучало. То есть, вы, идиоты, пытаетесь сделать больно, да, разрушая ТЭЦ. Сейчас уже сняты, похоже, вот это мое мнение, я со стороны выражаю, я не представляю ВСУ. Но никто не остановится перед тем, чтобы у вас разбомбить денег под Белгердом или в Ростовской области такую же ТЭЦ. Зачем вы это делаете? Вы же себе, так сказать, усугубляете положение. Я не знаю, слышат они это или нет. Они безмозглые. И таких учат только ударами по заднице. Как говорил Салтыков Щедрин, цитирую, не умом, но поротой задницей зарабил мужик. Так вот поротую задницу я им гарантирую. Мы им гарантируем. Что касается, да, да, как бы, ну, продолжение возможного, там, какого-то разрушения возможного, но это же приведет однозначно только к одним последствиям. Первое. Запад быстрее наложит санкции, в том числе персонально ответственных за это. Потому что это, это, Запад очень по-разному подходит к этой войне, но удары по гражданской структуре, которые явно причиняют излишнее страдание мирному населению, это же включается роддома, больницы, там, да, все-все-все-все. Они будут восприняты однозначно. Усиление санкций и ускорение передачи в систему вооружения, в том числе ПРО и ПВО. И самое главное, ускорение передачи оружия возмездия, которое сможет сбалансировать вот эти попытки разрушать гражданскую инфраструктуру. Я сказал. Как бы, да? Оружие, повторюсь, оружие возмездия. Я сказал. Да, оружие возмездия. Поэтому, как бы, ну, хорошо, ребятки, давайте. Давайте. На каждое действие найдется с левой резьбой, простите, перейду на цивилизованный язык, противодействие. Но ты же подтверждаешь, не называя, что Рамштайн прошел пятый не зря. И что там что-то произошло такое, о чем скоро все узнают. Он очень не зря прошел. А еще теперь, как бы так деликатно сказать, ну, все, что там не зря прошло, теперь очень все хотят ускорить, потому что Запад крайне нервно отреагировал на удары по ТЭЦ. Я напоминаю, что это только в Москве бруталы, славяне, с кифами, с раскосыми глазами. А на Западе публика чувствительная, сентиментальная. Она удары по гражданской инфраструктуре на канонизм и воспринимает очень, что болезненно. И хочет их прекратить. Прекратить их можно двумя способами. Защитить. Раз. Дать экономический пакет. Два. Дать энергосберегающие ресурсы и технологии. Три. Сделать так, чтобы навсегда была отбита охота стрелять по гражданской инфраструктуре. И вот на этом мы особенно сосредоточимся. Так, вот смотри, еще одна новость очень важная. Российских и украинских учителей, преподававших российскую программу, задержали в Харьковской области. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук в интервью СМИ. Она сообщила, что граждане России, приехавшие в командировку, попали под статью «Нарушение законов и обычаев войны» до 12 лет. А граждане Украины, которые согласились преподавать по стандартам РФ, судят за коллаборационист до 15 лет. Верещук утверждает, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена. Они, цитата, «Они совершили преступление против нашего государства. Там серьезные сроки наказания», заявила она. А ты полагаешь, они будут осуждены, есть шанс их обменять на батальон полк АЗОВ, комбатантов, или же это вот такая история, где будут сидеть? Да, посмотрим. Здесь трудно сказать, потому что насколько их ценными считает российское руководство. Вообще не считают ценными. Им надо чихать хоть на учителей, хоть на солдат. Ну, под давлением общественного мнения, всякое, может быть, они же меняют. По каким-то причинам же же как-то меняют, значит, да. Но я тебе скажу, когда они поскромнеют все. Когда мы возьмем что-нибудь типа Луганска или Донецка, они поскромнеют очень сильно. Поскромнеют, вспомнят об обычаях и правилах ведения войны сразу, начнут быть вежливыми максимально, меняться, перестать демонстративно выеживаться и показываться издевательствами над пленными мирными жителями. Вы знаете, что в областях, которые освобождают, там уже найдены следы военных преступлений, расправ над мирными жителями. Да, да, и причем они заявили на опережение, что они специально трупами усеивают, чтобы потом нас обвинить. Да, 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 трупами усеивают. Так вот, коллаборанты. Коллаборанты должны, все вот эти приезжающие российские специалисты, все эти члены правительства, которых они назначают, учителя, работники детсадиков, должны учесть, что они не милые тети, не наши, не их, с учебной, с глобусом под мышкой, которые должны дарить детям разумное, вечное, доброе, они преступники, и по отношению к ним не будет никаких сантиментов. Особенно это касается наших. Предатель – это предатель. Лучшее, что вы можете сделать, я хочу к ним обратиться, это свалить в вашу любимую Россию. Потому что в противном случае погоды стоят такие, что это или смерть, или тюрьма. Причем официальные власти могут не успеть довести до тюрьмы, судя по реакции соседей, вот этих всех коллаборантов на свежеосвобожденных территориях, власти могут не успеть вмешаться. Но надо понять очень простую вещь, все тетеньки, дяденьки и другие специалисты, которые сюда приезжают. Россия здесь не будет. Россия здесь не будет никогда. Поэтому подумайте трижды, чем брать российский паспорт. А уж помогать оккупантам даже и не думайте. Потому что вы или станете бомжами на Белгородском вокзале, посмотрите на судьбу тех, кто сбегает, которые поверили и через пять недель уже вынуждены был сбегать. Или удобрения на Мелитопольском баштане. Всего два варианта судьбы. Мы, как абсолютно демократическая европейская страна, не будем играть ни в какие сантименты, поблажки, понимания и так далее. Мы проходили это все в 2014 году. Мы всех их понимали, мы всех их хотели интегрировать, мы со всеми с ними хотели договориться. А теперь все очень просто. Взял российский паспорт. Привет. Кроме обстоятельств, когда несчастные пенсионеры с этим будут отдельно разбираться, понятно, что там и так далее. Если ты взрослый и четко понимал, что ты делал, когда ты брал этот паспорт, а тем более деятельно участвовал в помощи российским оккупационным войскам, разговор будет простой. Напоминаю, что трижды европейская Франция, что она делала с такими гражданами? Вешала, наголо брила и так далее. Мы так действовать, конечно, не будем. Будет все по закону и наказание будет по закону. Но я боюсь, что до закона еще нужно дожить. Судя по реакции партизан, сопротивление, судя по реакции соседей, не всем это счастье удается. Так что подумайте, подумайте и посмотрите на судьбу коллаборантов Харьковской области, которые сбивали наши символы в Изюме. А вот какие будут делать? Там известное видео такое, молодые люди, ну, по-моему, уже полувозрослые. А сбивали то ли со школы или так далее, сбивали государственные символы. Что с ними будет? Суд решит, но наруга издевают, как это, издевательство, надругательство над государственными символами. Это очень тяжелые сроки, тем более во время войны. Присядут лет на 10-15, как мне кажется, и там у них будет очень много, скажем так, времени подумать, надо ли так заниматься. А тем, кто не успел в это вляпаться, я вам советую подумать, пока вы не успели вляпаться. У нас сегодня установлен новый рекорд. К 33-й минуте нас вот 537 тысяч зрителей. Больше 140 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба. Тем не менее, несмотря на этот рекорд, мы тут, конечно, не забег устраиваем. Но все равно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. По ссылке вы проходите. Там его канал в Ютубе. Подписывайтесь. Очень будет своевременно это сделать. Ну вот смотри, мы уже об этом взыкнулись. Да, вот непонятно, противоречивая информация идет про этого Сальдо, коллаборанта, к слову сказать. Сначала ты решила, что он помер. А сейчас вроде опровергает ТАСС, что Стримаусов опровергает. Как на самом деле непонятно. А помнишь, что Жириновским было? То помер, то не помер. То давал взятку Харону, то возвращал. Дело не в этом. Рано или поздно это кончится одинаково для всех, для них. Потому что Украина больше не играет в эксперименты с понятием простить. Сейчас все будет как в Европе. Предал, получай. Кроме коллаборантов нужно понять российским гражданам, которые переселяются на нашей территории, которые в Крым приезжали и считали, что у них тут теперь уютно как дома и так далее. Ребятки, как бы все, шутки кончились. Вам надо привыкать к поражению. К мысли о поражении. Я знаю, тяжелый шок сейчас для многих российских граждан, которые поверили Путину, поверили, что российская армия непобедима. Поверив эти 6 миллиардов долларов пропаганды, которые кидались в этот самый. Но весь мир уже понял, что она победима еще как. Что это не армия, а туалетная бумага, которая расползается в руках моментально, как только по ней начинают работать более-менее правильно. И вы все думаете лучше о том, как быстренько паковать чемоданы и валить из Крыма через Крымский мост. И со всех других территорий, которые вы там отжимали, забирали квартиры в Донецке, в Луганске и так далее. Потому что никто с вами шутить не будет. Не те, у кого вы отжали эти квартиры, не те, кто там жил, и которых вы отправляли под улюлюк, а не на подвалы. И не те, кто придет туда освобождать с оружием в руках. Поэтому напоминаю судьбу всех коллаборантов за все время широкой, богатой, цивилизованной и гуманной европейской истории. Она всегда была крайне печальной. Судьба коллаборантов, а уж тем более судьба переселенцев или поселенцев, которые тут приехали и решили, что это их земля. Тетенька, которая уезжала из Крыма после ударов по сакам и плакала, что тут так уютно и было тяжело выживать, это вам только легкий намек на то, что вас нам всех ждет. Примите эту мысль. Вы должны понять очень четко, что возможность военного поражения России – это уже не отдаленная перспектива. Вы же как думали раньше, что сначала вы победите в самом начале, потом вы думали, что вы победите, но с потерями рано или поздно Россия не может проиграть. Все, хаванули и поняли уже, что будет с Россией, с российской армией. Но будет с российской, я даже не стал говорить, с путинской, я бы стал говорить. Так вот, эта вся история, она после второй и третьей нашей такой операции, она вам очень четко объяснит, какая судьба вас ждет. Валите, пока не просто. Это лучшее, что вы можете сделать, потому что вам или в тюрьму, или в землю. Два варианта. Да, прекрасная перспектива. Значит, ВСУ готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ. Идет переброска артиллерийских установок, заявил какой-то член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В эфире телеканала «Россия». Кто такой Рогов еще? Вот этого члена как раз. Ага, а его ждет не та даже судьба, которую ты сейчас рассказал. И все гораздо хуже, видимо, его ждет, да? Ну, вот вопрос. Видимо, это не случайно, то, что типа будут освобождать Запорожскую АЭС, а это чревато и под это дело, и так далее. Уже и Гроссия этот из МАГАТЭ начал что-то там заявлять, наверное, в связи с возможным наступлением, а с рисками, которые повышаются, ну и траля-ля, и вот все такое. Ты считаешь, во все запорожские направления, и особенно вот именно Запорожская АЭС, могут стать теоретически, несмотря на все риски, направлением удара? Марк, да кто его знает? Где-то же оно обязательно будет, это направление. У нас же задача освободить всю территорию, правильно? У нас же рано или поздно где-то это направление случится. А где? Посмотрим, что нам гадать-то. Мы все увидим. Фронт большой, 1400 километров. Можно выбрать место, время, со вкусом, с остановкой, и обязательно в какой-то момент прилететь. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Мы переходим же в контрнаступление. Понятно, что непрерывно их осуществлять не будешь, для этого нужно море ресурсов. Но поднакопиться и влупить мы всегда можем, и мы будем это делать. Поэтому с нетерпением следим за анонсами, глядишь, где-нибудь, когда-нибудь и случится. Возможно, даже в очень ближайшее время. Ну, последнее тогда обсудим новость, потому что завтра у нас все в порядке, завтра мы проводим эфир, да? Да, да. Ну, давай, все нормально. Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал в кавычках интересный сюрприз украинским боевикам от бойцов спецпроизделения Ахмат, но пока решил не раскрывать все карты. Он, значит, заявил, что после отдыха он опять направляет какие-то соединения, значит, из Грозного, из Чечни, в главе с Адамом Деримхановым. Значит, вот вопрос. Собственно, они изначально их направляют как заградотряды, мы не видели их так, чтобы они непосредственно вовлекались в боевые действия, их не было в Харьковской области. Аркани работают как заградотряды преимущественно и как для проведения фильтрационных мероприятий. То есть, это означает, что поиздеваться местным жителям и в поисках условных наводчиков и всякое такое прочее. Их закинули действительно на правый берег, они занимаются фильтрационными мероприятиями, вступают в конфликт с российскими военнослужащими. А они сейчас на правом берегу, да? Да, в том числе, да, с российскими военнослужащими и так далее. Но вот успеют ли они откинуться обратно, это большой риторический вопрос. Посмотрим. Ну что же, мы почти 40 минут в эфире, я думаю, что на сегодня мы установили этот рекорд 552 тысячи, 552 тысячи нас сейчас прямо смотрят, больше 170 тысяч поставили лайки. Но давайте так, мы завтра вас всех ждём, не будем тянуть, как говорится. Я хочу сказать, обратиться к нашим зрителям, каждому сказать спасибо за доверие. В какой бы стране ни было, подходят люди на улицу и говорят, мы вас смотрим, цитируют. Нас действительно смотрят, нас действительно любят. Очевидно, какую-то пользу людям мы всё-таки несем. Спасибо за доверие. И всё зависит от того, сколько вас приходит. Чем вас больше, тем больше людей узнают правду об этой войне. А как опыт показывает, информационный век, так называемый, совершенно переоценён. Очень наивно полагать, и эта война доказала, что люди всё знают, всё слышали, везде читали, ничего подобного. Нужно постоянно информировать, постоянно разбивать сплетни, слухи, страхи, опасения развеивать. Если вы хотите преисполниться оптимизмом, бодростью и понимать, что реально происходит, почему, по каким причинам, куда идёт и зачем, ради каких целей, какими силами, приходите к нам, мы всё расскажем на стратегическом уровне. Надо ли бояться обстрелов зимой, куда будет наступать ВСУ, зачем и почему, почему проиграли, что происходит в российской верхушке у нас и так далее. Вы знаете, Фегин – это знак качества. Поэтому приходите здесь. Точно. Да, и чем больше вас, тем больше об этом знает. Россия реально, разговоры с родственниками показывают, что они живут в абсолютном пузыре, и многие из них даже не слышали, что российские войска потерпели поражение. А тут есть простая закономерность. Чем быстрее они об этом узнают, тем больше российских парней останется в живых. Мы не сентиментальны, слишком дорого нам обошлась эта война и обходится. Но сопляков, которые там набирают, 18-20 лет, их просто по-человечески жалко. Все малышня, вот эта вот, которая говорит, я не знаю, я потерялся, я не знаю, я седьмого числа меня бросили, командиров нет, я не ел, мама, папа, девы есть и так далее. Наши бойцы, я не знаю, они гладят, дают пить и кормят, потому что это как котята. Их просто жалко даже уничтожать. Кому повезло, те в плен попали. И вот это вам надо знать, дорогие россияне, потому что это ваши дети, ваши сыновья, ваши внуки, ваши племянники. Их путинский режим сюда кидает на заклание в абсолютно бессмысленной войне, у которой нет уже ярко выраженных целей, нет стратегии, которую невозможно выиграть. В этой войне у путинского режима уже нет никаких позитивных целей, они просто тупо тянут время, надеясь, что мы нафиг замерзнем, Европа. Но мы не замерзнем, на нас это никак не повлияет. Мы только ожесточимся и будем уничтожать путинскую армию с еще большей эффективностью. Вот и вся перспектива. Эта война проиграна кремлевским режимом, мы ее выиграем обязательно. А степень крови зависит от вас, от вашего знания. Поэтому, если чем больше узнают о реалиях, тем лучше. Приходите сюда, мы все реалии вам расскажем. Смотрите нас больше, чаще и распространяйте. Спасибо всем, дорогие друзья. Увидимся завтра в 22 часа. У нас аж три эфира завтра, но главный вечерний эфир заключительный. Спасибо большое. И до встречи с Алексеем Арестовичем. Не пропустите. Алексей, всем пока. И до встречи с завтра. Приходите.